Дмитрий Болотов и Вячеслав Вишняков Дмитрий Болотов, наш уже давний друг и соратник. Ну и практически уже неформальный блогер WineX. Скоро Новый год. У нас тут выставлено несколько интересных образцов. И перед тем, как мы поздравим вас с Новым годом, мы уйдем на каникулы, мы хотели бы немножко посмотреть, поговорить о том, в чем, собственно говоря, разница, и что обычно приют россияне за... Очень тяжело в магазине действительно остановить выбор на каком-то конкретном, игристом вине. Многие традиционно пили и пьют, и продолжают пить советское шампанское. Есть мнение о том, что это шампанское, конечно, не самое лучшее, и, возможно, Слава опровергнет этот устоявшийся стереотип. Потому что советское шампанское там, да, вот... Никто тогда еще, наверное, в советское время не знал ни слова «игрист», а ни слова «просе». Слава, вопрос к тебе, есть ли в России игристое вино, есть ли в России шампанское? Если есть, то какое? Да, ну, знаете, я хотел бы начать с того, что краткая предыстория, откуда советское шампанское взялось, да, слово «советское шампанское» — это во время... Во время Великой Отечественной войны, в момент, когда мы шли к победе, да, то есть перед завоеванием Берлина, Сталин... То есть фактически такие фугасные бомбы... Да, что он сказал, что... Ты не хочешь положить молотом коктейль, нет там же? Нет, нет, нет. Он сказал, что мы победу будем отмечать советским шампанским, да? Вот, и... За нём не стали. Вот, ну, я думаю, что эти слова тоже были, и оттуда вот пошла, пошло в России советское шампанское, да, вот такая вот небольшая история, но... Есть ли сейчас качественное советское шампанское или российское шампанское? Вот, российское шампанское и игристые вины сейчас в России есть. Есть, и хочу... Можно назвать даже пару домов, да, чтобы... Не, ну, понятно, что это правда... Только там 75% рынка премиального игристого, да? Но я так понимаю, что это нужно сейчас от других каких-то брендов, там важно? Ну, здесь бы я хотел сказать о таких домах, как Новый Свет, да, это Голицынские подвалы. В 1905 году во Франции они уже были признаны лучшими, лучшими, то есть они входили... Лучшими в царской России. Они входили в топ лучших. Это шампанское или игристое? Это, ну, давайте будем вещи называть своими именами. Это игристое вино сделано по классической французской технологии. Да, то есть по методу шампанизации французской, но сделано у нас в России, потому что классический шампанский можно называть только вино, которое произведено в регионе Шампань во Франции. Да, и сейчас дом успешно, успешно процветает, да, сейчас они также в рынке и у них великолепные, великолепные, игристые, выдержанные три года на осадке. С точки зрения ценовой категории, ну, условно говоря, там, если сравнить с каким-нибудь аналогом французским, да, это ниже, выше, так же? Ну, это на порядок, ниже, то есть, да, это далеко до тысячи рублей, до тысячи рублей, причем делается по той технологии, который из тех же сортов винограда, которые вывел в свое время Галийский. Ну что ж, отличная новость есть, в России есть шампанское, есть игристое вино. И в заключении, да, что есть и молодые производители, да, относительно молодые, такие как Кубань Винал. Они сейчас... Ну, они тоже стремятся поддерживать какое-то хорошее качество, да? Или это просто такое в большом объеме, вброс на рынок, перед Новым годом? Они поддерживают качество, я скажу, что они сейчас и получают мировое признание, как среди игристых. Это метод шарма в основном, как я делаю? Это и классический метод, вот сейчас я говорил о классическом методе, о классическом, да, там, то есть, вытяжка три года, три года на осадку. Три года на осадку, ремюаж, все как положено, ты горжаж, все делается по классике. Так, вот, прозвучало красивое французское слово, французское, не знаю, дегаржаж, давайте переведем, о чем речь. Ну, сначала мы говорим о ремюаже, да, то есть, это процедура постоянного поворачивания бутылок, когда оно отстаивается на осадке в погребе. Вот, хон муэ значит поворачиваться, двигать, дегаржаж, дегаржаж, это значит удаление осадка, который скапливается у пробки перед непосредственно уже переливом и укупоркой. Хорошо, конечно. Что у нас сейчас в бокалах, Дим? Что у нас сейчас в бокалах? Дим, пару слов о Просеке. Наверное, нет такого человека в России, который бы не слышал об этом напитке. Просека сейчас, в данный момент, производится в объемах сравнимых, наверное, ну, даже в шампанском производится меньше. Это сотни миллионов бутылок. А в чем отличная разница между Просекой и, например, шампанским? Просека никогда не делается по классическому методу шампанизации. Это вино не настаивается на осадке. Это вино, которое делается быстро и, в принципе, оно быстро поступает в продажу. Поэтому есть, конечно... Вот выдержка, там, не знаю, 2002 года невозможна. Дело в том, что эта Просека у нас особенная, это Просека Супериоры, причем Мелизимата. Оно сделано из виноматериала только 2014 года. Если это, как правило, все игристые вина, в том числе и шампанское, средняя и нижняя ценовая категория производятся из виноматериала разных годов. Сортовая составляющая, Дим, сразу. Это 100% Глера, он же сорт винограда Просека. И, в принципе, все Просека, чтобы иметь такое название и иметь аппедосин D.O.C. или D.O.C.G, должно быть обязательно из 100% Глеры. Ну, то есть, фактически, мы говорим, что шампанское шампань и Просека из соответствующего региона. Да-да-да, Просека делается в Венето. И это очень небольшой... Зона Просека Суперьера, это очень небольшой участок между деревушками Вальдобьядене и Камельяно. Более широкая зона Просека Док, она уже более обширная. То есть, это сотни и тысячи гектаров виноградика. Дальше у нас на столе есть очень хорошая альтернатива винам среднего ценового сегмента. Так, судя по названию, это австралийское игристое вино, которое делается из традиционных для шампанского сортов пино-нуар и... Подскажи, что там у нас еще, кроме пино-нуар? Так, шардоне и пино-нуар. Шардоне и пино-нуар. Оно не выдерживается насадки, оно достаточно легкое, фруктовое и очень-очень подойдет к любому празднику. А так, соответственно, это уже средний, скорее, это выше среднего ценового диапазона, да? Нет, оно стоит в пределах тысячи рублей, то есть, оно доступно каждому и оно действительно стоит того, чтобы его попробовали. Вот на столе у нас еще есть немецкий собрат этих всех вин. Это так называемый «Зэк». Это вино абсолютно не премиальное, но оно очень даже питкое, очень хорошее, делается из традиционных немецких сортов, и это вино доступно каждому, абсолютно каждому, поэтому можете не стесняться покупать в магазинах смело вино, которые носят Марку Зэк. Да, надо было, да, мне тоже принести, да, все-таки, передать, чтобы российский вино, да, посмотреть. Вот сейчас молодые игристые вышли, очень интересные. Хорошо. Я думаю, что будет еще у нас, да. Я думаю, что мы сделаем. И я хочу тоже внести свои пять копейек. Я большой поклонник Бундианы, и мы в нашем просьбе писали, что в преддверии, собственно, недавно, да, выхода фильма «Спектр» компания «Валенджер», да, если я правильно произношу, которая, собственно говоря, является информальным, причем, совершенно бесплатно, да, не продакт-плейсмент, а партнером во всей России. Ну, в том числе и продакт-плейсмент, разумеется, потому что в такой картине с таким охватом зрителей это не может не быть продакт-плейсмент. Скажем так, по их версии, к ним изначально обратились авторы фильма, потому что, ну, что, как ни «Валенджер», да, подчеркивает аристократизм, с одной стороны, негеобультуризм, элегантность суперагента. Так вот, если хотите выпендриться из выражения, купите себе уникальную коллекцию «Спектр Болинжер» всего за 17,5 тысяч долларов, вернее, евро, извините. Тираж ограничен, если не ошибаюсь, по-моему, 160 тысяч. Ну, чтоб все мы так жили, чтобы покупать «Валенджер» за такие баснословные деньги. Это прекрасный тост. Но, тем не менее, его можно купить гораздо дешевле в обычной бутылке. Ну что ж, друзья, надеемся, что вам понравился наш большой экскурсовый 30-лайн, но сейчас, я думаю, мы хотим поздравить всех наших зрителей. С Рождеством, с Католическим и Православным. С наступающим Новым годом. Спасибо, что были с нами. В следующем году у нас будет много всего интересного. Все секреты сейчас не раскроем. Меня уже прям распирает, но я буду молчать. Ну, скажем так, будет много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами. Благополучие, здоровье, счастье. Ну и чтобы... Ты уже как прям президент почти. Здоровье, счастье, невзгоды мимо. Всем хорошего года. Побольше игристых и счастливых моментов. Вот примерно таких, что мы сейчас ощущаем и видим в нашем бокале. И нужно чаще встречаться. Любите вино, пейте вино, будьте друг с другом. Любите друг друга. Любите друг друга. С Новым годом, с Рождеством. С Новым годом. С Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова